Привет, уважаемые друзья, это канал Салат Юнайтед, меня зовут Эмиль, и сегодня у нас Райвал Дэй продолжается, громим мы тут всяких бойлерсов, понимаешь, флайерсов, вот пришли какие-то ребята Снупфи, мы с ними уже играли, по-моему, Фак Ю Бэйби с ним тоже довольно часто встречаемся, ну и какой-то Макс Блэк, Макс Ди Блэк, вот так, не знаю, что, как, ну, что означает Ди? Ну, возможно, у меня просто по кнопке пропела? Ну да, тоже верно. Попробуем, посмотрим, кто с кем будет играть, я думаю, что я, как обычно, против Фак Ю Бэйби, нет? Да вы шутите, обычно Фак Ю Бэйби же он центровой. Ну да, мне казалось, тоже он повыше ростом будет среди всех, у меня это нравится. Да, ну ладно, буду, буду, значит, этого Макса, Макса Ди Блэк, сейчас попробуем, давай, давай, Мэрисун, это дело чести, мельничка, ну что же мельничка-то не получилось, нужна была мельничка. Как думаешь, почему у него получилось мельничка? Потому что ты не умеешь делать мельничку. Ну, мельничка должна быть, мельничка. Он тоже не умеет делать мельничку. Я думаю, тебе надо делать мельничные подборы, вот это вот самое основное. Мельничные подборы, это то, что должен делать центровой. Да, от тебя мы ждем автомата Клея Томпсона. Ну, первый пошел. Помешал ему, вроде, два. Мельничный подбор номер один пошел. Автомат Клея Томпсона, бастил два. Очень, очень далеко, на самом деле, прыгнул. Ну, помешал. Вот, ну, подбам. Морячок у нас там тащит. Давай один же бегу, ну, что ты делаешь, сейчас накроют. Я мельничный данк хотел сделать. Нет, ты делаешь сейчас опять совсем не то, что должен делать. Сейчас в итоге мы проиграем из-за тебя. Ладно, ладно, слушаюсь, капитан. Пожалуйста, мяч вам. Красивая мельничка. Ну, я, если честно, удивлял, как он так высоко выпрыгнул с места, с учетом моего роста. Одно слово. У-ху! Мельничка. Фак ю, бэйби. Интересно, ему в таких очках играть удобно или нет? Ну, судя по счету 3-0, нет, неудобно. Он два раза пробовал трешку кинуть, и, видать, не видел, что его кроют. Борисун, тащи! Ах, какая жалость. Мельничка что-то. Ну, сорвалась меня. Сорвалась, сорвалась. Давай вперед. Бывает. Бывает. Ой-ой-ой. Ах, какой агрессивный ты, очки-то. Знаешь, это как у лошади Шора надевает, чтобы она смотрела только вперед. Вот, вот вперед он видит хорошо. Ну, Марчин Гортат аплодирует стоя. Ну, вместе с Юлией Литницкой. Он мне заплатил, чтобы я прорекламировал его эти лояпчики. Бабские. Конечно. Гортатовские, бабские. Нет, одно и то же, на самом деле. Ну, да. Просто каждый называет их по-своему. В Европе их называют бабские, в Америке гортатовские. Ну, трешка. Нет, зимим. Мельничный подбор пошел. Давай на дат. О, шин один. А там и Патрик Юинг. Юинг. Нет, Патрик Юинга не бойся. Ну, Юинг. Что он делает? Остановился. Подумал. Вот сейчас Юингу пас. Юингу. А. Давай Юинг. Берем. Патрик Юинг. 6-0. Это оценка Юли Лепницкой. Нет, у нее 10-0 оценка. Ну. Ай-яй-яй. Красный. Очень опасный игрок Патрик Юбэйби. И сейчас литовский перехват не прошел, да? О, чуть не попал. Мельничный подбор. Юинг. Верим. Нет, закрыт. Накрыт. Тебе верим в автомат Клея Томпсона. Нет? Ах ты, блин, вот это... Это горшочек. Яростный. Яростный горшочек. Ну, я думаю, что это блокшот мельничный будет. Конечно. А куда же без него? Так, Юинг. Юинг, тащи. Это что-то тоже в стиле Гортата. Ну, я зря тебе отдавал, потому что он мог легко перехватить. Факли Бэйби. Ну, ничего, время восстановилось. У нас есть еще 24 секунды на атаку. 24 секунды на что-то для того, чтобы как-нибудь вот ЕС у него. Фак Юбэй. То есть он из Евросоюза, чувак. Давай, верни. Надо немножко его с тебя стянуть. Не, я сейчас попробую сам его сбросить. Попробуй. И вот тебе поможет Патри Кьюэй. Залетела. Унылый джамп. Вообще просто. Баран сплать. Хотя баран сам я не раздалил, чтобы не данчил. Ой-ой-ой, покой зашел. Красивый. Ну, тоже. Шваркающий джамп-шут. Давай-ка. Торопишься. Тороплюсь. Но я не... Подмышка! Великолепный подмышечный переход из лаэнда. Ох, блин. О, её. Ну, здесь, да. Здесь чисто. Ну, мне тогда дали с фуллбокс-аут. А я стянулся зря. Надо было стоять, держать. Но опять он там стоит. Да блин. Своего же шина врезается. Ну, давай, фасуй. Юингу. 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 Юингу тащи. 8 секунд. Бросаем. Что только пережаешь? 8 секунд это еще целая вечность на самом деле. Что можно 8 бросков свершить? Верим в Юинга. Давай, ладно, я. Верим в тебя. Ну, что же ты делаешь? Нет, он второй горшок получает. Надо было автоматом. Да не летит автомат. Не могу прям этот таймер, пока что. Надо бросать почаще. У меня 8 подборов. Не так давно начали играть, поэтому пока что. Могу поймать тайминг. Ты же что он делает? Ну, что же такое хасло, хасло, хасло. От него. Ну, надо, знаешь как. В принципе, вот этот Макс Блэк на подборе мне не конкурент. Он видишь? Ну что, что ты хвалишь? Что он такой нетерпеливый, я не понимаю. У него сам ник. Он когда его попросили, он не знает, как пишется «фак ю». То есть негр такой безграмотный достаточно. Как слышит, так и пишет. Но. Ой, зима. Ну нормально, вошло. Марисун. Его так просто не обыграть. Он в этом плане парень прошаренный. Закина держит, барана держит. И литовский перехват. Бейджик мне уже пора давать. Литовский. Так, безбежит. Ну что ж. Надо было мне, конечно, вешаться. Но там не определяешь никак. Кто кому куда. Фак ю бээби. Ну и здесь. Я ждал мельничные корешки. Как будто не прошла. Ну, видимо, не другого мнения. Перехватик. И сейчас, может быть, пас. Нет, надо, надо, надо самому побыть. и баран ставил ну как же так у меня к сожалению excellent я не умею по-барански кидать тебе еще раз будет пересмотреть видео барана потому что баран это мастер excellent он вчера нас просто унизил кто к сожалению не знает ну как унизил унизил надо назвать вещи своими знаниями потому что мы вели плюс 10 в Джордане но в итоге прокакали да что ж ты будешь делать как сейчас я не забил ой как вот сейчас я не перехватил мешал вроде давай вперед я упал поставил поставил какой-то человек мне там написал ты из sunset beach ballers мне слава богу нет что ballers ну что такое ballers ballers это пляжнички такие вот вот ну что хорошего ballers не трогай они умеют только в пляжный баскетбол играть по песку а мы суровые мужики из города где гайки все закручивают с малолетства тут они родились уже шуруповертом в руках понимаешь вместо крови у нас какая-нибудь там маслянистая краска вместо ногтей сталь 3 арматурная мари пост пост и подборчик мельничный верим мрячок поставил поставил мы даже все попадали все один я упал а мне кажется марисун тоже упал но марисун упал от того что ветер на него падал просто пляжные ветки такие пассаты там пляжные ветки пляжные ветки пляжные ветки я там под кольцо ухожу стал он бросать почему ну что же марисун у нас в проходы то стал ходить я думаю что он соскучился по морским походам именно по корабли романтика вот это все пиратские сокровища да последний очко у нас каждый занимается своим делом кто-то подбирает ну вот это вот я завис как последняя гниль застрявшая между ногтями гниль я застрял давай хотя ладно я думал алюпочку завершим ну ладно ну блин я прекрасный наброс бывает и такой в этой жизни марисун тащит ну алюпочку мы все-таки завершили 9-15 такой счет как время на часах в рабочий день когда пора на работу зачем мне рисунок дал по заднице я не понял но мы победили бойлерсов и это очень важно в rival day заработали 396 очков сколько тебе дали мне дали 284 у меня 0 из 2 с игры я сыграл у меня темгрейд плохой ну да я я я делал свою работу черновую работу ну да против нас теперь стеф и троеточек даже четвероточек многоточек думаю что это фанат стефа ка или может быть настоящий стеф который написал стеф ка чтоб его не узнали и даже букву специально изменили как думаешь возможно а против кого он будет играть теперь вопрос ну судя по всему он самый большой ты да нет 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 прости меня Дуэйн Уэйд настоящий а это случаем не тот ли Дуэйн Уэйд у которого был только что ник я ненавижу русских очень похож стать на него сканк я честно говоря не обратил они то может быть и нет тут еще у Майк Уэйда это в принципе довольно распространенное явление юинг юинг просто затащил просто затащил юинг и довольно здорово ух ты ой-ой-ой ой-ой-ой здорово у него от СТФК ну это точно настоящий СТФК конечно были до этого сомнения они должны быть отвергнуты прочь а вот этот человек ну будем держать в уме что он может ненавидеть руку то есть не факт что он их ненавидит но может ненавидеть я думаю что тут любой человек ненавидит русских ненавидим русских что их нарисуют куда этот няч полетел он его просто откинул непрежно говорит не нужны мне ваши подачки не нужны мне ваши русские Я думаю, сам русский. Вот этот? Нет, Марисун. Марисун, ну да. Ну только я-то про Марисуна говорил. А я-то про этого говорил. А я-то про Марисуна. А я-то про этого. Вот Марисун, красавчик. Всё, сейчас разрулил. 27-й номер. Если вы думаете, что Крис Смуф играет по 27-м номерам, почему? Вот задавали себе такой вопрос, наверное. А потому что Марисун играет по 27-м. Он просто фанат Марисуна. Фанат Марисуна. И смотрите, вот в любое действие, сегодня даже или в любом матче, смотрите нам рисунок, как он играет. То есть вот сейчас даже как он умно боролся, он ставил заслон. А в Стэв и Карри? Я говорю это вообще без иронии в Стэв и Карри. Вот, Лёш. Ну это просто доказательство того, что это настоящий Стэв. Нет, ну согласитесь, вот эти вот ребята гораздо лучше играют, чем предыдущие. Потому что как-то вот у них более налажены командные вот эти взаимодействия. Видишь, как они нас натягивают? Ну да. Чувствуешь, да, то, что помощнее? Помощнее. Помощнее. Чувствую. Юинг. У нас есть Юинг. Охо-хо-хо-хо! Ну хоть руку по мне подал! Не джентльмен! Кого держать-то? Там мой, там мой. А этот человек ненавидит русских. Может их нанести. Ну это настоящий стэм. Столько кари так может кидать? 5 из 6 у него. Но у нас есть ЮИК. ЮИК у нас набирает сегодня все очки. Потрясающе, настоящий, великий игрок. Великий. Яроссный Литовец. На флажке перехватил. Вот же он, впереди один. Нет, здесь должен быть супер! Ах, я думал, мельничка. Да, мельнички далековато тебе, конечно. В этом надо учиться и учиться, и учиться, как говорится. Я пытался сделать мельничку. Ой. Я люблю русских, 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 русских! Ну это, конечно, не стэв кари бросали, поэтому особо не попадают. Ну это праза. Праза попадает. Оп. ЮИК. А, ЮИК должен. Вот еще какое умное решение! Какое умное решение! Любой другой игрок, он бы не догадался дать пас. Он бы пытался бы обыграть, как-то уйти из-под даблтима. А этот очень грамотный. Ну и я сейчас гениально перехватываю. Наброс. Нет. Наброс. Ох, хотел пас отдать! Я сначала хотел набрашивать, потом увидел, что уже тот на него стягивается. Думал, сейчас перехватят. Потом хотел низом отдать. В итоге решил бросить и... Не попадем. Я вообще ничего не сделал. Давай мне на трешку. Да ладно. Ну блин, ЮИнг, ЮИнг. Какой же ты ЮИнг. Если ты уходишь с позиции броска трех очков. Ну, видимо, даже гениев иногда подводят баскетбольные липицы. В остальном мы рисуем. Как он читает игру? Не смотрел еще игру, обратите на это внимание. Хасла, Хасла, Хасла. Хасла впереди. Будла Хасла. Какой пас из Хасла, но это надо так суметь. И два изба не было ассиста из Хасла. Это было вообще супер. Хасла ассист. Да, это, наверное, дополнительно дает плюс 500 очков. Мы назад. Еще один пас. И еще один бросочек. И ЮИнг. Так, ЮИнг. Ох. Молодец. Патрис. Ера. И, как говорится, Патрик и... Он, кстати, тоже француз вот этот. Очень похож на француза, Мариса. Ты по акценту узнал? Нет. По вот этой манере косички. Вон, допустим, на нова посмотри. Француз? Француз. Только толще. Толстый француз. Это да. Давай, ЮИнг. Ну что ж ЮИнг-то делает? А ЮИнг выводит меня на трешечку. Это автомат. Клея. Томпсона. Действие. Фраза. Я порой Марисану путаю с... С чужими. Не знаю почему, но как-то вот зеленый цвет. Дороги нет. Нет, сливается. Сливается с черным. Зеленый горит, я не буду переходить, а то сливается с дороги. И ЮИнг должен попадать. Ой-ёй-ёй. ЮИнг, видимо, на красное бросил. Он, возможно, вообще не бросал. Ой-ёй-ёй. Ну, бросок от Бога. Манданда всё-таки пропустил. Всё-таки пропустил. ЮИнг! Нет, ну что тут долго. ЮИнг! Назад, назад. Верни, верни. Что, что это за проход от Бога? Не от Бога. А, ЮИнг. Бросай, бросай. Я тоже не держу. Как никто не держит? Вот видишь, человек бежит на меня. Ты говоришь, не держи. Держи. Эй, подбор же мой был. Прали у тебя видать мячик. Нифига он меня толкнул. Блин. Трёшка от Стефа. Нет, Стеф пошёл проход и ошибся. Нет, не ошибся. Не ошибся, всё нормально. Они ещё и ведут. Так что, как может Стеф ошибаться? Ты что? Да, Стеф карри. Это ещё одна доказательство того, что против нас играет настоящий Стеф карри. Даже несмотря на то, что у него нет вот этого значка НБА. Он маскируется. Конечно. Чтобы не приставали к нему. Чтобы никто не говорил, о, сыграй со мной, чтоб сквад постоянно не приглашали. Он из своих верных друзей и нашёл Гуэйна Уэйда настоящего. Да? И ещё одного. Ну это просто ихний PR-менеджер, походу, с ним играет. Их PR-менеджер Карл Маркс. Отдаём пас. Бросаем. Ну там меня нет. Верятый пасок. Верятый пасок. Да, Стеф карри. Настоящий. Ну пока, как я его сдержу? Это же Стеф карри. Невозможно удержать этого ПК. Он небось и мечтает за быков поиграть. В Волш перейти, да. Там Дерри Кроус у него немножко карты путает. Ой, по-моему даже это однушка. Да. Не смотрит, не смотрит. Похвалил я баскетбольный интеллект. . Ой-ё-ёй. . Не могу отнять. Ну еще бы. Настоящий Стеф карри. Нужна трешка. Да. Нужна трешка. Нужна двушка. Всё надо, а ничего не летит. Юинг! Опять заступил Юинг. Ну что Юинг делать? УИНГ, что ж ты делаешь? Теперь защищаемся от трёшки. А как мы будем защищаться против Стефана Карри? Ты расскажешь? Вот так. Ну это не защита. Решил помочь нам. Да. Я сегодня трёшки не кидал. Стоит попробовать? Надо вам открыться кому-нибудь. Да ты дай, мы сами откроемся. На. Я вас открыл. Автомат Клэй Томпсон. Теперь защищаемся от трехов. Представляешь, Юинг бы не заступил. Да. Стеф Карри. Ну что-то вот сейчас я засомневался. Настоящий Стефан бы бросил трёшку через три руки сейчас ради победы. Ой-ой-ой. Хасла. Гудла. Юинг. Ну ш... Юинг. Ну... Аф, достухил. Ну и что, сравняли с счетом. Ну вот это матч. Вот это нокаут. Вот чего нам не хватало. Стеф на дуге. Стеф на дуге это очень опасно. А там еще есть на дуге. Но это двушка. Вообще ничто. Вот это может быть трешка. Это и есть трешка. Но! Подбор за тобой. Кто же лучше, карри или клей? Как ты думаешь? Я думаю, что карри по универсальнее, но именно по трешкам лучше клей. А вот Юинг. Сегодня не лучше. Клей... Томсон... И мы победили. Плюс один rival win. Ну что ж. Спасибо вам за просмотр. Удачи и до свидания.